На этой неделе во взрослой поликлинике Волховской межрайонной больницы стартовала вакцинация жителей района от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации с 18 января поручил президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе начавшегося мероприятия возможность привиться получили медики, учителя, люди в возрасте 65 плюс и некоторые другие категории граждан. На сегодня у нас запланирована первая партия, так скажем, желающих вакцинироваться в районе 60 человек. Мы вчера всех обзвонили, спросили, нет ли у них каких-то на сегодняшний момент противопоказаний. Первый – это острые вирусные инфекции или недавно перенесенные простудные явления. То есть в течение четырех недель после перенесенного ОРЗ и обострения хронического заболевания это противопоказания для проведения вакцинации. Потом пациент может дополнительно, когда выздоровит, пройдет рекупационный период, он может записаться на вакцинацию. На сайте у нас расписание есть, существует. Холл-центр 6-10-10 записывает пациента. Можно записаться через холл-центр или самостоятельно, через интернет. Вакцина двухкомпонентная. В первый день сегодня, в частности, мы делаем первую опцию 0,5 мл. И через 21 день мы делаем вторую вакцинацию. Вакцина должна храниться в отсутствии света, естественно, в холодном месте, не выше 18-18 градусов. Для этого у нас приобретен новый холодильник. Вы можете посмотреть температуру. У нас минус 36, в частности. Когда пациент приходит, мы вакцину размораживаем при комнатной температуре и делаем уже все в лобеде ее. Храниться она не должна. И поэтому мы рассчитываем количество населения на момент вакцинации, такое, чтобы у нас не оставались остатки вакцин, чтобы ее не выбрасывать. Среди пионеров, принявших решение сделать прививку, были глава администрации Волховского муниципального района Алексей Брецун и заместитель директора Волховского филиала акционерного общества «Апатит» Сергей Лобанов. А вот Алексею Викторовичу, по причине того, что в конце прошлого года он преодолел инфекцию, врач рекомендовала сделать прививку не раньше, чем через полгода. А пока проверить наличие иммунитета к коронавирусу, ему было предложено, сдав анализ крови на антитела. Прививка от коронавирусной инфекции положена всем взрослым, у кого нет медицинских противопоказаний при их добровольном согласии. Перед уколом обязательный осмотр врача и рассказ медика о возможных осложнениях. В настоящее время в Волховский район поступило 120 доз вакцины. Предположительно, со следующей недели сделать прививку препаратом «Спутник Ви» можно будет и на площадке, организованной в Сестройской поликлинике. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинация против коронавируса в России должна охватить 60% населения, чтобы к началу осеннего эпидемического сезона коллективный иммунитет был сформирован. Нормальные ощущения. Улыбаюсь, живой, здоровый, крепкий, бодрый. Вчера на дорожке 7,5 метров пробежал, с перерыва, вот сегодня он. Я не думал вообще, я не собирался делать. У меня жена, человек, которая сделала себе и от гриппа, и от... От пневмонии. Нет, нет, это как она называется, там, четырехвалентную, да? Она меня просто заставляет говорить маме, сейчас они записались в Москве, и себе, вот сегодня она на работе там тоже, и она просто требует. При твоем общении, при твоем колеческом, да, там, с руками общаешься, ездишь, летаешь, и, конечно, все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!